всем привет друзья с вами болтарец и сегодня мы прочтем визуальную новеллу черная роза к сожалению пока только демо может быть когда нибудь будет и полная история но мы начинаем даже заставочка здесь имеется хорошо мы летим на дирижабле наверно в поисках той самой черной розы запахи вин пьянили а блюд вызывали покалывание в желудке каждый из присутствующих приложил немало усилий чтобы попасть сегодня вечером на императорский дирижабль так и неудивительно принцесса в том прекрасном возрасте когда пора задуматься о браке или точнее сказать когда долг перед родиной заставляет принять решение в кратчайшие сроки с недавних пор единственная наследница тот кто женится на ней станет императором кураис империи на юго-востоке континента с налаженными торговыми путями развитой экономикой и весомым влиянием на мировую политику весьма и весьма неплохие перспективы надо заметить никто из наследников знатных семей не готов упускать шанс и я в том числе императорская семья она же черная роза правит кураисом с тех самых давних времен когда мистические существа анафимы а может быть анафимы подарили людям магию устройство в обществе кураис имеет четкую иерархию маги представители знати не маги люди из среднего и низшего слоев коим проще перевернуть мир чем открыть дверь высшего общества однако не сказал бы что жизнь мага сказочно привлекательна здесь среди семейств росы идет постоянная борьба за власть и нескончаемая конкуренция за расположение к императорской семье а если еще не забывать о нелюбви к темным магам так того гляди местечко под названием высшее общество можно сравнить с коробкой наполнены пауками голодными пауками пожирающими друг друга о чем так задумался друг мой зион я отставил пустой бокал и повернулся марай а мне казалось ты вышла на балкон подышать свежим воздухом звучит так словно ты хочешь чтобы я ушла девушка сделала затяжку и выпустила тонкую закрученную в спираль струйку дыма так получалось только у нее здесь запрещено курить марай усмехнулась и сделала еще одну затяжку но ты же не выдашь свою невесту помолвка еще не объявлена а чё это она действительно торопит события на да да девушка закатила глаза и перевела взгляд в центр зала тут уж рыбка покрупнее будет эта женщина она ничего не боится что ли я проигнорировал ее высказывание и взял закуску не сказал бы что повара императора в чем-то лучше наших а вот еще одна девчушка приветствую вас зион наследник синей розы и марай наследница оранжевой верно я поклонился марай за спиной потушила сигарету обоставленную кем-то тарелку а мундштук спрятала в карман принцесса лурия рад встречи с вами позвольте отметить вы столь прекрасный сегодня только сегодня другие дни мне не доводилось общаться с вами это было правда я впервые общался с принцессой лично понимая как важен момент знакомства я собрал в кулак всю уверенность и очарование какими только наделила меня природа а хотелось бы вы бы сделали меня самым счастливым мужчиной на свете я взял ее руку и поцеловал пикап мастера марай кашлянула марай вы давно знаете зеона он всегда такой галантный давненько и как бы так наши семьи лет пять назад запланировали наш брак ой как неловко вышло милая марай кажется вас ваш союз обещает быть не очень то крепким может вам пересмотреть кандидата в мужья знаю я это выражение лица сейчас она мысленно бьет принцессу сырой рыбой по голове как-то раз марай призналась что часто представляет как разделывается с обидчиками именно таким образом и зная характер девушки не удивлюсь что последних спасало отсутствие рыбы в момент вспышки негодования у марай кажется тут весело позвольте присоединиться а это еще там кого хер приволок эрбин красная роза выходец одной из трех самых влиятельных семей красная роза заведуя делами полиции эрбин лично отправил за решетку с десяток своих друзей также ходили слухи что по решению суда он исполнял смертельные приговоры слушайте я не хочу с ним дружить в этом году эрбин принял участие в расследовании двух нашумевших дел по темным магам это прекрасно сказалось на его карьере раскроем детали гибели двух принцев получил бы высокое расположение императора и тут не задумываясь выдал бы дочь замуж за него но после двух месяцев расследования улик недостаточно и эрбин прочно занял позицию одной из лучших партий для принцессы о эрбин конечно конечно чем больше нас тем интереснее принцесса улыбнулась и подошла к нему расскажите что-нибудь мне бы хотелось больше узнать о вас увы принцессы радостного мне и вспомнить нечего ну тогда не утруждайтесь будь здесь ребенок и я бы еще поняла стремление повеселить его марай и принцесса обменялись взглядами хорошо что оранжевая роза занимается вопросами науки они международных отношений эрбин вы помогли моему отцу позвольте поблагодарить лично темный маг или светлый неважно суд должен быть справедлив с месяц назад отца обвинили в том что он забирал магию светлых и без их согласия благодаря эрбину удалось доказать его невиновность справедливость которой исследовал наследие красной розы вызывало уважение такому человеку не стыдно проиграть в битве за трон а ваше высочество прошу простите но вас просят ну вот эрбин протянул логоть принцесса позвольте сопроводить вас конечно с большим удовольствием девушка широко улыбнулась и взяла мужчину под руку и так перенесите эту вазу спик педесталу принцесса и эрбин удалились от слуга обхватил вазу и утащил к этим против житейским радостям добавилась еще одна сигареты закончились я вздохнул и налил себе и марай по бокалу вина вечер еще не закончен марай ты уж поосторожнее а то решу что ухаживаешь за мной девушка приняла напиток и сделала глоток я не хочу за нее жениться на ней давайте мы уйдем от нее заиграла приятная музыка пары стремительно заполняли танцевальный зал уйдем давайте мы уйдем и будем подсматривать с другими я отставил бокал и направился к выходу мне не интересна эта женщина хотелось ненадолго вырваться из этого круговорота сплетен танцев и навязчивых комплиментов марай проводила меня грустным взглядом балконы с них открывается потрясающий вид все же не каждый день пролетаешь над морем захотелось полюбоваться столицей я прошел до конца коридора и свернул к последнему балкону принцесса но почему она здесь а зион простите я помешал вам девушка покачала головой что вы нет вовсе нет я у меня вот просто тут любовалась видом и ну давайте полюбуемся вместе я думал вы с нашим секретом а что то куда она еще сожрала его она покинула его общество странно мне казалось принцессе интересен эрвин конечно принцесса девушка с благодарностью кивнула быть может вы хотите побыть один а я сейчас уйду нет не надо я буду рад если вы составите мне компанию принцесса лурия улыбнулась грустно улыбнулась но почему я не знал что придумать чтобы выражение ее лица изменилось знаете более подходящего в голову не пришло как рассказать случай и жизни однажды в детстве мне так захотелось попасть на дирижабль что я притворился мешком с картошкой девушка смеялась и не могла успокоиться и подумать не мог что принцесса так смеется вот это да и как это вы притворялись ходили в угу принцесса лурия снова засмеялась и что план удался не скрестил руки на груди и театрально произнес я был близок очень близок мы взглянули друг на друга и рассмеялись благо теперь вам мешок не нужен это точно мы немного помолчали некрасиво здесь можно смотреть вечно думал что принцессе подобные виды наскучили принцесса вы возвращаетесь зал да я приду позже ступайте без меня она не хочет чтобы пошли слухи вместе вернулись были наедине а до этого была с эрбином я безразлично относился к дворцовым интригам но принцесса лурия могла иметь другой взгляд на них я понимающе кивнул и ушел в зале я встретился с подругой марай кивнула на двух спорящих женщин а вот и традиционная часть на всех светских мероприятиях одна женщина из зеленой розы темные маги другая и желтой розы светлые маги я направился к дамам марай тяжело выдохнула по обрывкам разговора я понял что спор завязался после случайности женщина из семьи темных магов по неосторожности вылила вино на платье представительницы желтые розы казалось бы мелочь разрешить которую можно за пару минут но слово застало хуем по столу и женщины раскрутили оживленный спор дорогие дамы не позволяйте этой мелочи испортить вечер темник пожаловал замять хотите нет я паразиты сколько же подобных выражений я за жизнь дослушался паразиты неполноценные проклятые темные маги разительно отличались от светлых но время как светлые могли накапливать энергию использовать как оружие темный магический ресурс не вырабатывали не способны использовать только то количество мы способны использовать только то количество магии что забрали у светлых и чего же с паразитами общаетесь я требую извинений и они вступили в словесную перепалку мои попытки оказались тщетными все больше людей глядывались на нас вот только на императорском вечере такого не хватало да вы просто две дуры женщины замолчали и изумленно мы уставились на марай ну вот они напросились а чё ты сказала ладно повторю дуры вы обе темный светлый тоже мне играть и ней ни одной не хватило ни ума ни гордости прекратить спор обе дамы выркнули и стреляли на марай презрительными взглядами разошлись в разные стороны вот и все ты посмотри женщина наша разрулила глиги как быстро буря то улеглась теперь у них появился общий враг марай улыбнулась можно подумать оранжевую розу кто-то воспринимает серьез ты гляди они даже разговаривать не стали с кем-то вроде меня марай протяжно выдохнула в ее сарказме проскочили нотки и раздражение и грусти десять лет назад оранжевая роза разорилась на научных проектах и с тех пор еле-еле сводит концы с концами влияние семьи влияние семья потеряла финансирование тоже сегодня инвесторы заинтересованы больше в армии чем научных исследованиях отца марай я слышал что глава оранжевой розы неустанно ищет способы вернуть былое положение семьи и ударился в политику и хотя с отцом марай мне не удавалось найти общий язык я уважал его за силу и стойкость которую проявлял этот мужчина ради семьи в зале воцарилась тишина вошел император ля какое а люди раступились и с пением ждали его речи принцесса все еще не пришла дорогие гости я рад что вы сегодня здесь семейство роз делают все для процветания роста империи кураис и параллельно играют вышибалу выбей конкурента и займи его место что я все равно никто не слышит кроме тебя гибель принцев потрясла нас всех я потерял сыновей а империя наследников но нужно двигаться дальше и первые новости которые я хотел сообщить связаны с принцессой лури сейчас ее как раз должны привез что-то пол заходил ходуном я едва устоял на ногах зелон я в порядке как ты все хорошо крики заполнили зал люди толкали друг друга и бежали к выходам император мертв императора убили эрбин спешно организовал охрану людей разбивали на группы и сопровождали к спасательным дирижаблям начался пожар зал заполнился едким дымом я схватил мораль за руку и проскочил ближайший выход кто напал кто посмел какая тварь новый взрыв произошел хвосте дирижабля группа людей с криками бежали на нас я прижал мораль к стене чтобы нас не снесли в животе противно скрутился желудок мы теряли высоту двигатели повредили дирижабль падает я отпустил девушку и двинулся в сторону взрыва ты куда нужно проверить там могут быть пострадавшие а если если еще раз бабахнет как прикажешь тебя по кускам собирать эй зион небеса ты сведешь меня с ума сколько мертвых тел принцесса взрыв разрушил стену и пол дирижабля повезло что принцесса оказалась в другой стороне от дыры я наклонился проверить пульс и дыхание жива проверь того мужчину мораль наклонилась к незнакомцу не дышит я закинул руку принцессы себе за шею возьмем ее и нас похитителями заклеймят позовем лучше на помощь мораль было двинулась обратно но я остановил ее вряд ли за покушением стоит один человек нельзя чтобы они узнали что принцесса жива а еще не известно если другие бомбы нужно унести ее отсюда как можно скорее марай гивнула тогда раз к общим спасательным дирижаблям идти рискованно в багажном отсеке должен быть еще один я и позабыл что воздушная судна строилась по проекту оранжевые розы послышался топот ног я взял принцессу на руки уходим я бы даже назвал эту визуальную новеллу падение черной розы так хорошо начало мне очень нравится блять только не говорите что на этом первый эпизод закончен что это и есть демо я еще хочу дайте мне еще немножко новеллы спасибо принцесса так и не очнулась я закрыл дверь гостевой спальни и вернулся к марай повезло что не убились на той развалюхи дирижабль на котором мы спасались имел неисправности хочу забыть как страшный сон тот полет это приземление у вас здесь нет слуг распустили месяц назад это после похорон наши взгляды встретились мне не хотелось вспоминать все еще было больно очень зион марай протянула ко мне руку я шагнул назад марай нужно понять что делать дальше вернуть ее замок разве не очевидно там может быть опасно неизвестно кто предатель а кто союзник лучше оставить принцессу здесь девушка прошлась по гостиной туда и обратно два месяца назад подорвали карету принцев теперь императорский дирижабль не нравится мне это и больше всего не нравится что ты ввязался поругаешь меня потом я направился к двери ты куда принцессе нужен врач я скоро придется будить его среди ночи колющая боль пронзила голову все чаще и больнее я глубоко вздохну что это со мной сиди смирно не вырывайся я ускорил шаг что там какой-то демон внутри нас что ли обитает через час я вернулся с ридером где он покажите нам его это что блять мой брат ночи добрый марай сложно назвать ее добрый пациентки умер значит добрая зион объяснил что произошло как ваше самочувствие не жалуюсь где вторая пациентка по коридору направо первая дверь врач кивнул и покинул гостиную мне стоило догадаться что ты позовешь его иногда даже страшно от того как много ты обо мне знаешь марая лишь покачала головой много ли ридер не был официально назначен врачом синей розы но судьба свела меня с этим человеком и я пользовался его услугами уже три года ридер отлично умел две вещи молчать и лечить правда обходились его услуги недешево что же за качество нужно платить и где тут кухня в конце коридора не пропустишь спасибо я вздохнул глядя ей след ридер потер глаза с тобой у меня сверхурочные стали нормой видишь какая стабильность ридер цокнул языком как она не о чем беспокоиться правая рука не сломана но сильный ушиб и неглубокий порез пару дней не сможет ей пользоваться сейчас принцесса крепко спит и это лучшее лекарство зайду на днях проверить ее состояние спасибо ридер как хорошо что ты еще тут можешь отправить телеграмму кажется у меня нет выбора ридер забрал листок умарай в мои планы еще входил сон так что я ухожу вышли тебе мешок кофе лучше бы мешок денег я заварила успокаивающий чай не хочешь ну во первых я не особо люблю чай вот если бы она мне предложила кофе я бы блять не раздумывая как бы и пахнул а вот что-то мне подсказывает ребята какая-то она подозрительная это самая морай может быть она что-нибудь подмешала нам в чай давайте мы на всякий случай откажемся спасибо морай но я не хочу девушка пожала плечами проверю как там принцесса а это пусть она не забеспокоится когда проснется побыть еще немного и уйти давайте давайте немножко побудем может быть наша вот эта вот синяя аура придаст ей сил а может она проснется и чем-то нам скажет я сел на кровать хорошо что принцесса цела черная роза должна удержаться у власти они провели тысячу лет пусть правят еще тысячу страшно представить какая может развернуться борьба за звание императорской семьи как долго семьи грезит о троне сколько поколений мечтали о такой возможности и вот замаячил шанс кто бы ни стоял за покушениями и убийствами членов черной розы он бесстрашен и самоуверен одновременно принцесса дернулась и простонала кашвар снится девушка задрожала я аккуратно опустил руку на ее ладонь принцесса глубоко выдохнула дрожь прекратилась мне бы стоило уйти но я не мог оставить принцессу не мог или не хотел так держа ее за руку я просидел еще несколько минут потом достал самое лучшее платье которое было в шкафу и положил у кровати не императорское деяние но все же лучше чем совсем ничего спите спокойно принцесса огни в камине убаюкивали усталость копившаяся за день не позволяла даже мыслить кто стоит за инцидентом что может ждать империю кураис не могу думать я вытянулся на диване и закрыл глаза может нам даже чуть хорошее приснится но не в этот раз вот такая вот коротенькая дымка ребят оказалось я надеюсь что выйдет когда-нибудь полная полноценная новелла потому что меня зацепила эта история я хочу узнать что за негодяй это все устроил подписывайтесь на канал комментируйте ставьте лайки всем пока